Здравствуйте, дорогие начинающие художники! Сегодня хочу вам представить свой новый мастер-класс по картине «Яркий букет в желтой вазе». Этот мастер-класс я решила снять по своей авторской технике, которую я называю «Мраморная техника на арголите». Я очень люблю работать с текстурами, люблю очень исследовать разные новые текстуры, мне все время какие-то идеи приходят. И вот таким образом однажды родилась у меня вот эта техника. Она, в принципе, я такой техники не увидела ни у одного из художников, она совершенно случайно как-то так появилась. Вначале я увидела для себя ее на палитре, потом я ее стала уже использовать в своих картинах. Эта техника, она создается только на арголите, на других каких-то поверхностях у меня не получилось ее воспроизвести, ни на холсте, ни на холсте, наклеенном на картон, а именно техника, которая позволяет использовать впитывающие свойства арголита и вот работая на нем масляными красками, именно в мастихиновой технике. Я по ней еще ни разу не снимала мастер-классы, я, в принципе, секретов своих пока еще не раскрывала никогда никому. Мне задают периодические вопросы, я, ну, как бы отвечаю на них именно по работе на арголиту, но, в общем-то, детально я никогда никому ее не отписываю, эту технику. И вот я решила снять по ней мастер-класс. Вы увидите сейчас, вот после моих слов, небольшую демо-версию того, что он будет содержать в себе. Там я пишу на ваших глазах вот этот букет, он полуабстрактный, то есть, в принципе, вся работа полуабстрактная. Вообще, эта техника, она хороша именно для таких полуабстрактных, недосказанных работ. В этой технике у меня бывают работы с цветами и бывают работы пейзажи. Сегодня я хочу показать вам именно работу букет цветов в этой полуабстрактной мраморной технике на арголите масляными красками. Мастер-класс будет доступен по ссылке, вы сможете его просматривать с ютуба. Доступ стоит 300 рублей к нему. Можно оплатить переводом на карточку Сбербанка, на Яндекс.Деньги, на WebMoney, на PayPal. Для этого вам надо написать на e-mail, который будет указан ниже, под видео, и вы получите доступ на вот этот вот полный мастер-класс. Полный мастер-класс занимает 50 минут, техника достаточно быстрая. Кто меня смотрит давно, тот знает, что я не люблю долгие, какие-то долгоиграющие техники. В принципе, я по своей натуре человек такой очень как бы страстный, быстрый, и мне, в принципе, нравится, когда работа рождается на едином дыхании. В общем-то, это все. Сейчас вы увидите там краткое содержание того, что там представлено в мастер-классе. Там будет видно палитру, как происходит замешивание красок. Я подробно рассказываю, какие краски я беру, какими цветами пользуюсь, какие цвета обязательно, какие цвета можно использовать, можно не использовать, как вообще я использую эти свойства арголита. В общем, все детально показываю. И, в общем-то, для того, чтобы эту технику освоить, достаточно хотя бы один раз посмотреть этот мастер-класс и попробовать тут же на арголите работать. Для тех, кто не знает арголит, это то же самое, что ДВП. Это просто более красивое название среди художников используется. А на самом деле мы используем для рисования обычный ДВП строительный, который продается в строительных магазинах. Я его покупаю в Леруа Мерлене. Там же можно распиловку заказать ровную, ровную, очень красивую, на нужные размеры. Вот, распиловка стоит недорого, арголит сам дешевый материал. Очень подходит эта техника для тех, кто только учится писать картины, для тех, кто, в принципе, совсем-совсем еще находится на начальной стадии обучения, самообучения. Техника не сложная, но очень эффектная. Вот рекомендую ее именно начинающим художникам. Потому что в этой технике можно очень близко, очень быстро создавать достаточно яркие, праздничные, красивые работы, которые, как ни странно, может показаться, что она достаточно абстрактная, ее мало людей может оценить и понять из зрителей, но вот у меня эти работы достаточно хорошо продаются. В общем-то, я с рекламой закончила. Дальше смотрите вот эту вот демо-версию самого мастер-класса. Всего доброго. Видите, в принципе, уже у нас фон, он, можно сказать, почти готов. Сейчас я еще наведу оттенок из темного, фиолетового. Немножко пройдусь. Вот такой у нас фон. Размельчаем вазу. Для этого я беру кадмий желтый-темный, немного белил. Так как у меня пропорции довольно вытянутые, я сделаю так, чтобы ваза у меня была тоже такая вытянутая. Беру примерно, наношу по форме вазы вот такие контуры. Вот, получился у нас намек на вазу. Пока мы ее в таком виде оставим. Цветы у нас тут абстрактные, поэтому я цветы буду делать тоже вот такими вот мазками. Просто намечаю мазки. Эта техника, она вот, ее сильная сторона в том, что у зрителя остается большое поле для того, чтобы пофантазировать. Белый действительно, вот он делает более праздничным, более нарядным. Даже вот вспомнить, если белая одежда, она всегда какое-то ощущение праздника создает. Также и белый цвет в палитре на картине, он тоже более праздничным делает картину, более праздничным, более нарядным. Буду красоту делать. Вот такие вот яркие блики зеленые на переднем плане, в центре работы. То есть в данном случае я вот даже не думаю, я только могу предполагать, что это может быть. То ли это зелень такой дала, отлив, да, то ли это цветы такие какие-то. Вот еще сейчас травяной зеленый вообще не разбавлено. Чуть сделаю акцентов темных внизу. На мой взгляд, тут достаточно намека на вазу. В этом есть свой интерес. Сейчас я думаю, еще вот тут где-то в центре добавлю немножко акцентов желтых. Просто желтый. Вот такая работа. Вы видите, времени заняла она совсем немного. Эффектно очень смотрится. Красиво. От себя могу сказать, что покупателям нравится такой стиль. Людям очень нравятся выпуклые мазки. Нравится, когда художник не скупится на краску. Некоторых, правда, пугает, что расход краски большой. Но если вы будете в такой технике писать, то, в принципе, у вас будет востребовано. Вы будете востребованы при покупках готовых работ. Главное назначить адекватную этому цену. Три-мазки.